всем привет ребята с вами канал я и пит и с новым годом те кто не смотрел предыдущее видео часть этого углу будет подсказка мы поздравляли всех вас новым годом на сегодня мы празднуем скажем так у нас ариана старшая дочка торик на призе друг мой сергей мхай оператор по совместительству тоже элька моя младшая и мы идем кататься нового год наступил 2024 всех поздравляем счастья радости любви денег побольше материальной скажем так финансовой стабильности материальной стабильности для вам все хорошо получалось но мы шагаем занимаемся новый год соответственно новые цели новые скажем так какие-то пьедесталы которые мы хотим получить сегодня просто ради развлечения дополнительная тренировочка тору потому что давно не катался ничего особо такой сильного не делали минимально это было только дрессировка в послушании иногда там немножко там попрыгают туда все вверх-вниз больше особо ничего вот а сегодня уже соответственно выбрались на улицу снежок как видите прошлый раз я говорю что погода плохая даже не позанимаешься никак сейчас снежок выпал все пожалуйста тор рядом плетет ариану катаемся раскачиваем то не позанимаемся таким образом соответственно эпик больше развлекательных целях вот есть мысль очень хорошая на то чтобы снять следующие ролики интересный увлекательный такой развлекательный подожди да я поправлю спит вот и мы соответственно сейчас прогуливаемся вот таким образом и тору хорошо в плане тренировок и мне хорошо от того что тору хорошо потому что тор занимается и это классно плюс дети развлекаются соответственно сейчас покатаем ариану потому что пока эля спит хоть она того сне что-то их нычит но сама по себе она спит поэтому пока покатаем тора пошли ну не тора ариану тор покатает ариану а потом соответственно покатаем эль вот может даже двоих может они даже и оператора покатаем посмотрим просто найти более-менее подходящее место чтобы не ходить из угла в угол здесь вдоль леса по тропинке куда-то выйти на более длинную дорожку и походить мы сейчас туда ближе к водохранке пойдем нашей и там пройдемся до конца в другую сторону скажем так нашей улице набережная вот конец город с другой стороны и там покатаемся ариану тебе как? нравится? класс! тебя поправить? да хорошо давай сидишь? да скажи на камеру как тебе нравится или нет? да нравится? да тебе классно? да я рад если ребенок рад и доволен значит все хорошо все в порядке самое главное помните что чтобы научить собаку тянуть вообще это какой-то вес то есть начальная стадия витпулинга так скажем да то есть витпулинг вообще это перетягивание веса на короткие дистанции есть разновидности когда тускают меньше вес на на большее расстояние по моему как-то драккулинг называется или как что не помню и соответственно нужно приучать собаку постепенно имеете ввиду что начинайте просто с того что собака будет находиться в ступенном отношении к шлейке чтобы у нее не возникало желание свалить от вас свалить от этой шлейки чтобы ей было хорошо комфортно в первую очередь помните что нужно приучиться к собаку потому что ни одна собака сразу не сядет за шлейку и не начнет тянуть да есть собаки которым это делать проще они привыкли но не каждая собака которая ближе не каждая собака способна одеть сразу шлейку и поехать поэтому имейте ввиду ребят мы тут с оператором поменялись местами я взял эльку торт рядом вот и соответственно элька впереди торт тянет алиану и все мы катаемся наверное надо будет нам в дальнейшем следующий год уже купить еще один тюбинг либо попробовать что-то придумать с санками потому что подвязаться санки к той тюбингу ну практически невозможно можно кое-как подвязать но вода будет тяжело в плане того что можно просто порвать тортише эй сейчас выйдем на более хорошую дорогу кстати помните что тащить вес который идет через снег гораздо тяжелее чем вес по ровной дороге потому что снег выступает сопротивлением и соответственно тот вес который есть у арианы это там 13 с половиной килограмм это не не этот вес торта он тащит вес тюбинга вес арианы плюс умноженное на сопротивление снега соответственно сама задачка одна из нелегких рядом есть люди которые считают несколько принципов касаемо собак недавно прошел этот момент ну и сравнил по своим рядом каким-то знакомым собачником которых я знаю лично общался тор ближе а у людей такие не совсем правильные считаю они говорят что зачем мне дрессировать собаку тор не спеши зачем ее мучить на том чтобы держать на поводке ну зачем мне собаку не спускать с поводка то есть ну они спускают с поводка и дают собаке гулять зачем ее мучить на том чтобы держать на поводке еще один тоже у них только есть принцип надо собачку спустить погулять с другими собачками чего она пусть пообщаются пусть понюхаются оближутся и т.д. и т.п. и есть еще один принцип надо чтобы собачка здоровая была поэтому надо обязательно хотя бы раз чтобы собачка с кем-то переспала условно ну то есть чтобы была вязка и неважно дворняжка это у них там или породистая условно бес они готовы чтобы собака вязалась либо вязал либо вязалась для здоровья это необходимо вы что так вот по каждому из пунктов у меня есть свое мнение и свои принципы дрессировка нужна для того чтобы собаке и вам было комфортно в обществе чтобы собака не боялась допустим выстрелов в новый год многие собаки боятся выстрелов абсолютно петажцы когда рядом для того чтобы собака тише ближе к этому приучилась нужно учить ее рядом ай-ай также принцип того что собачке нужно вязаться здоровье ни одной собаки которая родила здоровье это не прибавляет уже давно-давно есть исследования вы сами по себе посудите особенно девушки женщины которые были беременны рожали имеют детей вне зависимости от возраста вспомните как вам беременность выдавалась тяжело торблиз же стой вспомните как вам беременность выдавалась тяжело потому что это всегда смена гормонального фона обмягчение суставов костей особенно тазовых да для того чтобы плод лучше вышел и так далее очень много нюансов но следующий принцип касаемо занятий которые рядом собаке хорошо собаке нравится собака кайфует лично моя от того что от того что чем мы занимаемся да кто ближе ай-ей я вижу что собака идет довольна собака выходя на улицу одевая шлейку одевая комбез собака радостно и довольна собака сам научился одеваться в шлейку шлейку и смотрит он просто-напросто становится на задние лапы поднимает передние передние лапы передо мной я просто натягиваю то есть подставляю чтобы лезть и потом спокойно засовываю потому что собаке комфортно собака от этого собака от этого хайфует получает удовольствие ей нравится она делает так как ей нравится она одевается и было легче стоп страивается от себя так и меня соответственно подстраиваться в этот момент как ей будет более удобно естественно это важно собаке было комфортно эй также один из принципов который не сказал люди кормят собачку тем чем им кажется нравится что это правильно то есть то что вот моя собачка съест кусочек хлеба с маслом колбаску а знаете как она облизывается как она смотрит и так далее и так далее а на самом деле правильно сбалансированное питание тоже рядом конечно важно сбалансированно правильно я имею ввиду либо натуралка либо хороший корм который зачастую является дорогим потому что ближе потому что дешевый корм в принципе не может быть правильным и сбалансированным собака идет один из таких тоже немаловажных принципов ближе стань ко мне который имеется и ше в работе с собакой это правильно так называем положительно спокойно ай-яй что такое ну-ка успокоился это нельзяçu невероятно молодец нет ай ай вот так хорошо молодец отлично хорошо сидеть молодец а что так случилось поправить что случилось агрессия почему видо типично объясню это хаски уже как-то налетала натора будучи без поводка на поводке естественно натор запомнил и в принципе к хаски остороженно относится естественно в этот момент нужно контролировать работу эй куда ты тянешь рядом стань молодец вот так соответственно контролировать чтобы собака не агрессировал сосредотачивать внимание на себе переключать это собачка гораздо спокойнее и лучше не будет продолжался вызов это хаски уже налетала натора и не едино и за счет того что она налетала естественно торт агрессивно настроен собака торт запоминает видит и естественно начинает немножко агрессировать почему потому что ему не нравится вспомните что собаки есть личные границы у любой собаки есть личные границы не надо мне об этом рассказывать что их нет если вы считаете что ваши собаки не отличные границы это очень плохо вы очень многое теряете понимание с собаками и соответственно принятие того как собака должна себя чувствовать помните момент что если собаке что-то не нравится она будет стараться исключать это от себя подальше и еще дополнительный момент естественно собака будет стараться избегать если этого избегать избежать этого невозможно избегать данную ситуацию собака будет показывать всем своим видом что ей некомфортно и в данном случае который показал ему некомфортно видеть собаку которая агрессировала кидалась я уже предупреждал этого человека не единожды бери собаку на поводок ты гуляешь в общественных местах бери собаку на поводок не хочешь одевать аморник ну будешь потом получать соответственно по закону по закону получишь штраф как уже было кстати не единожды с людьми которые нарушали их собаки нападали видео кстати подсказки сейчас увидите и один из таких важных моментов при то что вы видите что собака агрессирует переключить на себя что в принципе сделал и постараться в этот момент собаку успокоить человек когда в общем когда нашли я видел что собака видит а он взял ее на поводок потому что уже предупреждал его видимо вспомнил и все взял и отошел в данном случае собака хотя бы не кидалась не агрессировал ближе ко мне натор конечно с агрессировал но это понятно в принципе у него есть виды типичные агрессия в отношении к определенным породам и это является нормой нормой в плане того что не забывайте момент что это агрессия по определенному тип виду когда собака ближе ко мне когда собака агрессирует в отношении допустим в немецкой обчарке значит она будет агрессировать зачастую уже так вот люди нас встречают видит собачка тащит ребенка и что один из тех принципов что многие люди не понимают и не принимают многие вещи которые уже давным-давно в обществе здоровых и правильных главных правильно мыслящих собачек уже является нормой не спеши кстати говоря ребят один важных момент сегодня не сказал перед тем как вы берете собачкой вот на такую прогулку даже если она не будет таскать а будете ходить по снегу в принципе долго до собака вашей гладкошерстная или в принципе мороз или выходитесь это я ей по тем местам где есть мокрый снег какая-то жидкость планетам проставившись с ней столью мастер собаки лапы да воском есть специальный воск для собак может в магазине кто ближе либо на вал берите на я оставлю ссылочку где я покупал на зоне и вы соответственно посмотрите ближе ко мне и для себя потому что воск для лап собакам очень важно зимой значит просто напросто потрескаются будут микротравмы отречен и соответственно попадая что-нибудь туда песок грязь собака чувствует температуру окружающей следы не так как мы через тело да там в общей сложности а через лап когда собака чувства через лап собака естественно лучше ощущаете более восприимчиво к температуре независимо от того это горячий так сильно нравится кататься стариком очень тебе нравится 1 кататься или стариком вот так вот ребята катаемся одна спит другая сидит кайфует и конечно по колено но ничего мы мужчины взрослые справимся с чем бы там не было ребята рассказывайте пишите в комментариях как у вас погода как вы встретили новый год и как вы относитесь к к тому чтобы вот так вот собачку и напрягать напрягаете ли зимой я говорю конкретно про зиму многие люди понятное дело занимаются у меня допустим нет возможности зимой нормально заниматься собачкой в плане если там допустим взять в россии на него в питере в москве там других городах есть залы где люди могут попрыгать стенку безопорных поломки и так далее то у нас такого нет и соответственно я не могу это ничего сделать попрыгать на улице прыгать только полгода вообще не вариант когда грязь сляпится тем более не вариант потому что шанс повредить поэтому поэтому обходимся вот такого рода тренеров так попробуется вот так вот ребята катаем любых сложностей независимости это будет ребенок или взрослый человек попробовать сейчас литератора показать ради интереса, потому что Тор брал вес, в принципе и больше брал вес так что в общей сложности брал 100 с копейками килограмм и вот тянул на большее расстояние чем мы сейчас прокатились вот у меня еще одного друга катался его слимом и нормально, как бы вопросов не было а сейчас так как давно не занимаюсь, просто чуть-чуть ради интереса, давайте попробуем попробовать, да, чуть-чуть надо было помочь, чтобы он не прыгал очень важный момент в таком случае, когда собака тянет вес, значит собака ни в коем случае не прыгать иначе это может зачреваться всякого рода защемлениями, напряжениями мышцы, соответственно неправильной проработкой неправильным формированием, отсюда следствуют всякого рода грыжи, какие-то по этому подобные вещи надо, короче, закругляться, ребят, мы сейчас вернемся уже в чушку города и поедем домой, потому что скоро Эля просветется и закончим кушать да и уже на сегодняшний день, в принципе, скоро более-менее чем достаточно мы вам записали, показали, как мы занимаемся, этого вполне достаточно на сегодня так что, ребятки, всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал, слушайте комментарии, ставьте лайки, будьте с нами на связи сейчас, как я вам уже говорил в предыдущем ролике, буду чаще выходить с вами на связь в виде роликов и, соответственно, будет больше что показать, буду более свободен и, соответственно, будем чаще видеться с вами вот в таком оффлайн режиме я снял видео, залил его на youtube, вы его посмотрели, написали, пообщались кстати, не забывайте, что у нас есть телеграм-канал с чатом, где мы всегда рады общению и любым вопросом, который вы решите нам, позадаваться всем спасибо за просмотр, всем пока! пока! пока!